Здравствуйте! Следующий урок — комплексные компоненты. Комплексные компоненты используются для формирования разделов сайта, таких как, например, новости. Давайте рассмотрим раздел новости. Здесь подключается один компонент, который реализует вывод списка новостей и также детальный просмотр новостей. И стоит сказать, что физически это один файл с подключением комплексного компонента. Давайте разберем устройство комплексного компонента на примере новостей. Перейдем в комплексный компонент News. Располагаются комплексные компоненты там же, где и обычные компоненты. Единственное отличие — они имеют другое название, обычное, состоящее из одного слова. В данном случае News — это комплексный компонент, а, например, NewsList — это обычный компонент. Давайте рассмотрим структуру файлов комплексного компонента. Она, в принципе, похожа со структурой обычного компонента, отличие только в формировании шаблона. Общий шаблон комплексных компонентов называется темой. Тема также является аналогом шаблон у обычного компонента. Их количество также не ограничено для каждого комплексного компонента. Тема включает в себя шаблоны, которые содержат вызовы обычных компонент, а также могут содержать в себе HTML и вызовы IP-функций. Эти страницы определяют, что будет показано пользователю, список или детальный просмотр. Также в теме комплексного компонента хранятся шаблоны обычных компонент, расположенных в пространстве имен, в данном случае пространство Bittrex. Шаблоны также могут отсутствовать. Файл описания аналогичен простому компоненту. Файл параметров устроен так же, как и в простых компонентах. Единственное, что он содержит в себе все параметры обычных компонентов, которые используются внутри комплексного компонента. Далее параметры будут переданы в вызов обычных компонентов. Общую логику работы комплексного компонента можно разделить на два шага. Первый — это анализ входящих данных и параметров и определение на их основе, какую страницу шаблона необходимо подключить, а также формирование параметров для вызова обычных компонентов. Второе. На странице шаблона подключаются обычные компоненты и передаются в них параметры. Давайте разберем это на примере компонента новости и для большей наглядности отключим ЧПУ в комплексном компоненте. Что это такое, мы разберем позднее. Давайте откроем компонент PHP, файл комплексного компонента, и вкратце рассмотрим логику его работы. Сейчас мы находимся на главной странице раздела News. Мы видим, что в Get не передается никаких параметров, и, соответственно, если посмотреть компонент PHP, то мы увидим, что здесь есть условия подключения тех или иных файлов шаблона. Соответственно, это условие выполняется, и самым последним в этом условии является подключение файла News. Это значит, что он подключается тогда, когда в Get нет никаких дополнительных параметров. В данном случае давайте откроем этот файл и посмотрим. Файл News.php. Здесь мы видим, что подключается компонент News.list. В него передаются параметры как из массива R.params, так и из массива R.result. Соответственно, массив R.result — это результат работы логики комплексного компонента, и, соответственно, в параметр detail.url здесь передается результат работы комплексного компонента. Давайте посмотрим далее. Перейдем на детальную страницу новости. Мы видим, что здесь появляется параметр в Getе под названием element.id. И если посмотреть в логике работы, мы видим параметр element.id, при наличии которого подключается соответствующий файл detail. Давайте его тоже откроем. detail.php. В этом файле мы видим подключение компонента News.detail, детальной страницы новости, в которой передаются также параметры R.params и R.result — результат работы логики комплексного компонента. Код в комплексном компоненте достаточно сложен. Он поддерживает работу компонента в обычном режиме, а также в режиме ЧПУ. При разработке своих комплексных компонент используйте типовые как примеры. Продолжение следует...